и дисклеймер доброго времени суток дамы и господа добро пожаловать на канал silver play меня как всегда зовут серёжа я уже забыл что вообще происходит в игре встречается а это рассказывает нам лютик понятно ребятки пропадал на неделю стример я и ютубер очень маленький поэтому приходится работать чтобы как-то себя прокормить извините что так долго отсутствовал но вот я снова с вами сегодня вот вернулся домой ролик скорее всего сегодня выйдет поэтому сегодня я вернулся домой вот сегодня одного ведьмачка запишу а завтра уже пойду полноценно записываю для вас все остальные ролики о всем играм которые мы с вами хотим играть проходить и так далее одну секунду слышите вы игру меня все у вас хорошо меня вы видите да и вот я сегодня такой кучерявый красивенький не удивляетесь это мой мои естественные волосы ничего с ним поделать не могу и да я кучерявый что поделать ну пойдем по барышням да у нас сейчас нужно поговорить со всякими пупо вернуть по всякими кучи барышней так я камеру я же опустил да он же сейчас все видно на вам все видно так вот о чудом отдам с процентами только дайте мне неделю господин младший не банки он человек порядочный платишь срок вот тебе охрана не платишь но это как бы нехорошо думаешь и рыцарь на белом конец тебя спасет почти типа и вмешивайся сюда и твои это дело тогда тим бабок мамок у нас много снова теперь и при этом не ссориться да с этими ребятками но они они под кем-то же ходят давай давай не будем с ними ссориться просто у нас бабок много пожалуйста выйти деньги проваливайте так не годится я спала должна заплатить или получить урок будем считать это было устное предупреждение а теперь вон отсюда то я преподам вам урок а вам не понравится золото есть золото для бандюган и спасибо спасибо большое есть еще на свете люди готовы и бескорыстно помочь незнакомой не вполне бескорыстная и не вполне незнакомый о чем ты ты тот ведьмак что таскал лютика по девкам жерард я таскал училу геральт ниже а ну извини ну ка ну ка значит это я таскал лютика по девкам он так говорил что я всегда была для него той самой единственный только он попал в плохую компанию твою этого краснолюда у него еще хоколок такой и подали вы ему плохого пример вино женщины и песни это вон тоже от нас набрался придется с ним поговорить на досуге на лютик как ты думаешь куда мог поделаться лютик верно шляется где-то фазан хрипатый проходимец лживый о чем-то он тебе досадил тем же чем и всегда сердечный друг от 7 недуг вернулся ко мне говорил что теперь-то до гробовой доски и что застукала я его на пристани как он шлялся под это потаскухать он это уже было слишком сперва расспрашивал меня про подружек из прачечной при банях потом вот это вышвырнула я его с разбитой мордой чё там за спрочечной чё ты как раз спрашивал про твоих подруг из прачечной даже для него это не слишком деликатно может он любит девушек мы может и что он хотел узнать ну как там в этих банях есть ли у меня там знакомые когда там открыто не знаю может кому из них хотел дать работу в своей корчме а я не к месту остерчала что-то подознал он не он не просто кузнавал же что за девушкой было на пристани говорил племянница из ковера да скорее с курвера корсет так затянуло что чуть земки на лоб не лезли у него впрочем тоже договорю тебя артистка какая-то или шлюха они в общем по одной цене артистка вот это вот не надо артистка лишь я тоже артист для вас играем артист спас 1 понял принял так получили мы информацию что любишь если уж я найду люди передать ему привет от тебя нет то есть да только скажи ему что он козел но пускай забегает сейчас ребята одну секундочку я проверю все ли у меня хорошо то у меня не еле не было мало ли чё-то ломалось а а нет все работает замечательно а вот так вот щитом камеру еще опустить вот так вот отлично бани да мы узнали что-то про бани что он нам что-то узнал в банях допустим значит ему там что-то нужно было узнать туда мы тоже что мы сейчас по всем пройдем собираем сведения лишним я думаю это совсем не будет пока здесь приветствую и прошу лиха и колдун ебучий сотри свечка летает у блин колдовство а гали холика еще и лиха ли ты ее нашел чем могу служить поджить что-нибудь штаны и залатать носки за что подожди ты или халь а что ты так рот раскрыл я думал я думал что или халь подруга лютика а вот оно что подожди здесь чего а вот оно да так лучше то есть ты что ли халь то есть ты и лютик значит как вы познакомились я встретил его как-то в корчме он надрался в дугу что было дальше что было дальше а что должно было быть мы разговаривали только не знаю что взберело тебе в голову но сразу заявляю что мужчина меня не интересует ему я тоже так сказал а зачем наряд счастью разум лютик открыт для многого мы провели вместе приятный вечер а с той поры он стал моим верным клиентом а у него просто шмотки покупает а вы о чем по о чем бы изра извращенец о чем ты там подумал себе не он просто портной своеобразный интересный портной так жем ты переодеваешься знаю что это не мое дело но почему собственно почему я переодеваюсь в детстве я мечтал что когда вырасту стану доплером но стал портным и тогда я понял что костюму выражает сложности человеческой натуры ничуть не хуже в один день я риданской графини в другой портовый головорез вот она настоящая свобода прикольно никогда не хотел стать хоть на минуту кем-то другим это должно быть страшно скучно все время быть ведьмаком не сказал бы мне еще не наскучила о чем вы говорили с лютиком он спрашивал у тебя что-то особенное дай подумать это была такая обычная беседа хотя пожалуй он все время расспрашивал про калькштейна если бы мы с лютиком не выяснили все самого начала я бы решил что его что-то связывает с этим алхимиком вел он себя как истосковавшийся любовник он так хотел с ним встретиться калькштейн в новиграде я бы тоже с удовольствием с ним увиделся боюсь ты опоздал недавно его схватили охотники за колдуньями и он сгорел на костре на главной площади но прежде чем он умер а что там творилось по костру начали бегать огненные звери затем они взорвались взлетели вверх и сложили на небе надпись какую рада вид старая курва это какой-то очень удивительный момент этих бывал в твоей швейной сколько раз я уговаривал его пошить достойный дублет к сожалению он заходил пришить пуговицу или заштопать дыру когда ты видел его в последний раз какое-то время тому назад он пришел с какой-то курткой золтана и попросил пришить еще один карман это было довольно странно у меня сложилось впечатление что он зашел просто поговорить спасибо за помощь приятно было познакомиться твоим услугам если вдруг понадобятся новые штаны или камзол ты знаешь где меня искать ладно а слушая с ним можно уж не можно поторговать хочу у него есть я посмотрим разумеется прошу если что-то жмет или натирает всегда можно переделать для ухты ухта маска волка ролики на птице хоть что скеликс к я придворного прикольно а в чем смысл маску маска для маскарада от квестовая дача ну ладно будем иметь ввиду проще до свидания пойдем при но он до офигенной портной живет какой-то жопе почему не в городе интересно странненько а кубки и пошли дальше чего у нас там нафига еще мне а теперь всего здесь вокруг да ну ладно а те хотели не видишь ведьмак бежит но от этого типа я особо как бы и чё и не узнал такого он просто приходил к нему они встретились о чем-то говорили что а здорово ведьмак прозванные белым волком когда дольше обвиняешься в оскорблении чувств верующих у нас доставить тебя на допрос актуалка сдай оружие сдам подроспись это недоразумение что сделать возьмите только мне нужна какая-нибудь расписка чтобы ничего не пропало сейчас будет тебе расписка помнишь проповедника который говорил о чародейках и ведьмака которого ты перед верующими оскорбил от его имени мы приобщим тебя к таинству последнего очищения а вы хотите пизделей получить до какие какие-то хватит болтать двое подожди подожди а у тихо тихо раз я с тобой разберусь ты чё думаешь самый хитрый умный не угадал я думал герой вообще в прикол скажет про расписку поэтому я такой типах а давай подрос списку а он в натуре отдал оружие геральт ну ты елки-палки от кого-то от тебя такого точно не ожидал так а я могу заблокировать не могу я понял так давай давай оружие верните расписку не дали потому что а вот было бы расписка что там ножка это сюда так и бутербродик тоже сюда я на самом деле я бы не хотел им отдавать оружие но я думал геральт в прикол скажет под расписку не попадра в списку нет киау когда расписку он такой ну туда не дам он просто взял отдал ее гераль геральт что у нас тут что-что то вы продаете мужчина приветствую счет и взял что мне нужно взаймы так ведь каждому нужно а тебе за это заем чешку не жгут да у меня нормально все о давай давай глянем давай что там покажи что у тебя и ну давай я тебе что-то можно прожать он доспехи хочешь на вот еще есть а и в принципе все до упорядочить по весу о мед 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 медведя чья шкура на держи все отстань от меня прошайте здоров пока шо я там за книжку взял вот эту да ребятки как всегда на паузе и вы я читаем идем дальше огни у геральт конечно пипец взял отдал оружие понятное дело что они хотят что-то ссс что-то это а вот это это от того рода которого я оскорбил помнишь с кого ты ведьмак выродок и все дела ему такой слышишь ты ты сколько жизни спас да я я тут ведьма чищая из куклу моя вилки и кулачища ух ты что это у нас тут происходит прости я ищу марабеллу это я подожди на улице я веду урок поздно ну ладно я подожду я скоро вот сегодня его не урок простите во сколько в 12 до проходит она я думаю до утра уроки идут правильно ночь уже ночные уроки у меня он принципе ночные уроки тоже были от нормально по моему что там сегодня все собирайте вещи и по домам до свидания чё теперь мы можем поговорить я тебя слушаю в чем дело я знаю что ты недавно виделась с лютиком да это был самый скучный вечер в моей жизни он читал тебе свои стихи нет мы смотрели атлас грибов атлас грибов может охладно даже гадать не буду что взберло ему в голову и его интересовала плесень когда он снял руку с моего колена и положил ее на гравюру с пенициллом я поняла что у наших отношений будущего не я вообще ничего не понимаю ты видела лютика после этой истории истории с грибами нет я даже думала дать ему еще один шанс потому что на самом деле у него в золотое сердце просто ему нужно немного больше дисциплины но он не вернулся и я решила нет так нет спасибо за плавно до свидания так ничего пока не понимаю вообще что-то плесень грибов он спрашивал про бане что-то понимаешь я ничего не понимаю что происходит какая-то непонятного туда какой-то какой-то непонятно что-то за короче я хочу знать если что-то понимаешь да и знать пусть я не выкупаю ни капельки что тут лютик делал что затеял но он собирал какую-то информацию пока как зачем и почему вопросов не имеется а кому пришел к молли здрасте это особняк госпожи лавалет твоя какая забота госпожа не знаете с кем попала еще бы не про нашу честь я горничный юг молли не морочь голову баронесса как раз выезжает сойди с дороги геральт из ривии у моего дома уверена что это не случайность приветствую баронесса приветствую генерал ты права это не случайность тебя не узнать невозможно но чтобы воздать должные этикеты мари луиза лавалет генерал императорской армии знаком с ведьмаком удивительно они мы встречались да мы уже как-то встречались а и как представь себе луиза сам император пожелал поговорить с ведьмаком и мне повезло с ним тогда встретиться значит геральт из ривии работает на императора эмгуира очень интересно очистит навиград от монстров я ищу девушку по имени молли кажется она здесь работает это моя горничная сейчас она у моей подруги патриции вигельбуд может быть геральт ты поедешь с нами встретишь молли на скачках что ты об этом думаешь ведьма не желаешь не принять участие великосветских забав ну пойдем а чё нет если молли будет можем себе позволить тогда вплоть ночью я вот на скачках ни разу не был вы были на скачках я не был сейчас побываем все вместе а чунит от отчу нет собственно можем позволить мы собственно геральта из риве а так на месте очень рад у моего отца было похуже и менее в друге я ездила туда в детстве определенную всех своих кобыл я зову плотва а вон та серая конторелла дочка чемпиона из воли серый хороший цвет для коней тоже мой фаворит вороной ним рот чистых кровей нильфгардец странно что он не отдал тебе честь генерал геральда вообще насрать он на всеми ровлет что с остальными эти рыжий гнидой рыжий это гром чистокровный льданец отважный но пожалуй слишком норовистый с ним сложновато автовой гнидой родом из зериканьи его недавно купил лорд и вольт я мало о нем знаю но вообще зериканские кони очень выносливы и об смоле на тоже лошадь прости конце концов я здесь из-за нее я велела мульли присоединиться к нам как только она управится с делами думаю она скоро будет зависит от того что ты приказала ей делать госпожа впрочем выбора нет я подожду похоже ты разбираешься в лошадях разбирается это слабо сказано он настоящий знаток кони куда честнее чем люди интересно как ты управляешься в седле ведьмак по большей части стараюсь не парить скажешь насчет небольшого забега я здесь не за этим ведьмак не заставляй себя упрашивать если выиграешь получишь мое лучшее силу она сделана в столице нильфгарда отличная дубленая кожа давай моли подождет силу это ты хорошо ездишь на лошадях как них седло давай я готов какого коня выберешь ведьмак рыжего лагерь родовида совсем близко возьму рыжего ряданца может он захочет угодить своему королю я с тобой состязаться не буду лучше поставлены победителя по моему выиграет ним рот тогда я сяду на контореллу в таком случае зачем медлить начинаем спрашиваешь сейчас я всех их роман бахара мамбуру пошла ой что-то он вообще не выносливый кстати выносливость у него прям прям хоть отбавляй 945 так а ну-ка тихо тихо куда-то 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 спокойно не видишь ведьмак едет вот как проедет ведьмак и потом за ними яс ты сразу за мной понимаешь я впереди ты за мной все по-другому не это давай не будем тихо 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 какой прекрасная победа благодарю для человека у которого любую лошадь зовут плотва ты отлично держишься все для поздравляю это твое отличный слов для скачу говорить с твоей горничной господа приехал ну да вон ты остатная девушка поговорю с ней затем если захочешь мы подвезем тебя в новин да хорошо в принципе так как они 50 50 ну давай сумки у меня прям мух блеков и от не львгарская ничем не отличается так мол или мол или здравствуйте я мой кажется ты хотел меня видеть суды зови меня геральт геральт тот самый геральт которого лютик вытаскивал и стольких передряг да если бы не он если бы не он меня бы тут не было он рассказывал не о ваших приключений как он воодушевлял тебя песни на бой как отвлекал кейра на игрой на ли я говорю буквально если бы не лютик меня бы здесь не было потому что я пришел спросить о нем ты не знаешь куда он подевался к сожалению нет мы давно не виделись госпожа баронесса не одобряет нашего знакомства говорит что люди лентяй и пустозвон ты представляешь как она может так лютик лентяй пустозвон тебе не поможет она такая милая девушка сестра ты помнишь свой последний разговор с лютиком конечно он попросил взаймы денег на лодку лодка ему зачем чтобы устроить мне романтическую прогулку по каналам при свете луны он сказал что будет клубника такой вино с пузырьками и что он будет мне петь арии но потом мы больше не виделись сестры ты знаешь что не туда у лютика нет сестры есть я сама видела и что забавно она совсем на него не похоже подумать 1 к может у них отцы раз на матери наверно тоже может быть но она не так заботится свертки за ней носит и вообще ты не так думаете ой нет я как-то спросила лютика когда мы поедем к ней в гости а он смешался и сменил тему смешался спасибо молли погоди прежде чем ты уйдешь у меня к тебе есть маленькая просьба лютик как-то обещал показать мне свою коллекцию мотыльков но так и не показал а мне так хочется посмотреть тебе не придется его уговаривать у этих своих мотыльков всем показывает всем кому только сможет как здорово спасибо и удачи в поисках лютик лютик я получил очко так умение а чё я хочу прокачать так так нам чтобы открыть нужно еще пять до увеличить порог передозировки смеси до 8 10 отравление маслами или увеличение порог передозировки это бомба мне не интересно известный рецепт оказались у нас чудо вот эту штуку еще прокачаем вот это прокачаем улучшить до 12 14 метров и и мою позито это таташка насколько она теперь большая но не то чтобы намного больше кстати а у руну какую-то ставлю ладно разберемся пока можно туда чуть-чуть вот ладно ок женщина женщина мужчина поехали домой так одну секундочку нормально поехали вернемся вместе да 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 с удовольствием до новограда путь не близкие а в компании дорога пролетит быстрее это верно ну поехали поехали так и у меня тут сейчас еще одна осталась да с которой нужно поговорить а вот мы и на месте спасибо за компанию взаим до свидания всего хорошего весь по приносим так это мне бы это а а чего еще здрасте да мне бы это куда я еще розу я хочу увидеться с розой ворота знал бы ты чего я хочу барышня роза не видеться с кем попала я геральт и зрели ведьмак ну вот как барышня роза превратится в стрыгу ее отец за тобой пошлет а пока тебе тут делать нечего честь имею а у сука собака и как как сюда как-то можно залезть ну игра о ну ну-ка а а а что как-нибудь поднимусь наверное наверно да ведь я просто тут отбегаю а не 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 вот тут можно подняться оля любовные письма про я моя розыск а самая венник и тебя увидел бла 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 вы страстный поклонник не добрался бедолага о это шо о маша это у нас тут что ты здесь есть я здравствуйте ну-ка да 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 потихо-тихо мужики вот и все чаще вы напрягаетесь не надо напрягаться все хорошо так сюда нельзя смотреть он глаз них а маха не лены веревочка все особенно я не увидел честно говоря так и чего у нас как у нас здравствуйте мистер утопец а вы что думали утопцы сраные пока мозги сюда если не понять не понимаю почему именно мозги утопцев ну я не ведьмак я сильно не шарю мозги так мозги монета чё попали же мы сейчас да мы сейчас вернемся тут у нас шо у елки-палки нифига я как вышел прикольно я так нам ты так понимаю нормально да что под гором на подгородом в канализациях тут всякие утопцы говню псы шарятся а еще туда переключение света какая-то странная штука а тут закрыта я понял наверно там где труп надо было подниматься до закрыта вот тут видимо вода вот-вот подъем по всему городу ходят слухи что тебе нравятся такие как я не отбирайся цветочек для тебя госпожа варатре и лучше цветочек исчезни отсюда пока я не рассказала о тебе отцу кому-то что-то не нравится а тут знаете как раз это вам хочу а спорить идут ну а как чё вы хотите же бы я не лутался да ну нафиг ужин ключи елки-палки а упрость и что здесь делаешь отвечай немедленно или я вызову стражу прости что я пролез к тебе тайны сража за геральт друг барда лютика геральт и зри ведьма ты что это делаешь приблуда как ты сюда попал с главного входа я никого не пускал великим солнцем клянусь барышня молчи я все улажу следи за выражениями это это фредерик франсисто биржерак новый учитель фехтования видео зал для занятий я вскоре присоединюсь но госпожа это же ведьмак он так сам говорил еще минуту назад у дверей капитан ты правда считаешь что роза варатре будет упражняться с любым растяпой который возомнит себя фехтовальщиком так вот рот варатре всегда требует лучшего потому папа и нанял видимо к проводи его в зал для занятий живо так точно барышня шо лох схавал счастье покажу свою шпагу но вы понимаете о чем и о мечах а ты о чем подумал маленький извращенец я тоже барышня роза а еще бестия а как рвется до клинка не знает жалуй не то чтобы я такую не так же так и смотри барышню не повреди а то господин посола звереть изволит поэтому варенье взял не переживай пойдем у нас есть с вороват нифига она быстро переоделась начнем что он их мечей я должна знать чего ты стоишь подожди пусть а почему она удивилась я штук что я видел не понял не понял не любишь или ну как искать немножко проигрываешь по моему на самом деле я не учитель фехтования нет ах кто и каким чудом ты сюда попал мы же говорили только что ты чё я не понял мне казалось мы уже разговаривали в саду в саду а да в саду так что ты говорил зачем ты пришел и хоть их это шо добры прежде чем я задам вопрос должен сказать вряд ли на владеешь ничем хотя при уклонении открываешься слева я знаю никак не могу от этого избавиться я надеялась в новиграде папа найдет кого-то кто мне поможет и не заговаривай мне зубы ты сам сказал что пришел не уроки мне давать летчик я пришел спросить про твоего учить собственно и лютика учитель риторики тоже мне учитель это папа его нанял для риторики а он играл пел и воображал себе неизвестно что но между вами были некие отношения если считать отношениями что он за мной ухрестывал то он даже тогда между нами ничего не было за нас счет развлеклась моя сестрица ну все хватит пустой болтовни становись я требую реванш ну да п держи держи просто вот так вот понимаешь смотрю в камеру с тобой разговаривают две кнопочки нажимаю ну ты что я как бы не то что я были на то ну она получает собственно понимаешь я даже не смотрю на экранчика кому-нибудь она просто получает в ухо от великого геральда из ривии потому что ну собственно с ведьмок он должен соревноваться она да я тебя умоляю не хочешь дать мне пару уроков нельзя отказывать если дама настаивает о чем это вы там шепчетесь голубки ты спрашивала моих отношениях с лютиком вот и виновница всего недоразумения една вар атре главная скотчница к югу от еруги погоди так это я с тобой в саду говорим конечно со мной а что роза решила над тобой пошутить не сердись мы так с детства забавляемся нас всегда все путали объясните все не толком объяснить что происходит которая из вас встречалась с лютиком спокойно учитель сейчас я все объясню една посылала лютику любовные записочки от моего имени он по своему тщеславию конечно всему верю а мне оставалось осаживать престарелого барда если он переходил границы роза у меня были самые благие намерения я помогала тебе сделать первый шаг я же видела как ты краснела когда он декламировал свои вирши я тебе сейчас погребальную и легию продекламирую если ты не прекратишь тихо тихо вот настоящий наставник сильный решительный может мне тоже начать заниматься фехтованием мне надо понять кто нибудь из вас видел лютика в последнее время может една я точно нет сестричка я бы не отважилась встречаться с человеком которому ты пылаешь тайным чувством как пылать к нему тайным чувством если он воспевает таланты другой я еще не спятила дарь давай полете время как-то необычно вы не замечали ничего странного скорее нет оставь ее в покое геральт она так влюблена что не заметила бы превратись он в волкалака 1 а что скажешь его уроки были обычными он нас даже на кладбище воде уроки риторики на кладбище странно даже для лютика он хотел чтобы мы навестили могилы профессору окончилось тем что стал расспрашивать нас про марграфа хенкеля это кто старый свихнувшийся сморчок умер недавно в молодости говорят он был наценатом готов поспорить вы отлично разбираетесь в политике мы слышим что говорят вокруг а что тебя интересует император неуклонно движется на север при дворе наверное ликование среди его наушников да а папа говорит что это долго не продлится как это папа говорит что война мешает торговле и что людям надоело оплачивать капризы императора мне интересно как решится судьба войны папа говорит все зависит от родовида и от того кто первый займет новиград а при чем здесь новиград это вольный город он никогда не вмешивался в военные конфликты каждый ребенок знает у новиграда самый большой флот на свете а на его казну как говорят можно собрать две армии вот еще что о ком говорил лютик знаете они что-нибудь еще она должна быть поэтессой труба душа очень способная и необычайно талантливая разумеется женщина который вы говорили она не из этих краев ну помню он восхвалял ее певучий коверский акцент это даже похоже на правду пару раз он назвал ее циранкой в ковере такие чудные имена обычное дело надо будет спросить у золтана про эту циранку ладно спасибо ничего не понятно я должен вернуться к своим делам приятно познакомиться заходи еще как же наши уроки лачок вастик давай и удачи дашь убеждать госпожа куда и когда я должен явиться давай завтра здесь и в то же время договорились до свидания мастер ведьма мастер ведьмак погнали геральт лютику надо жопу спасти сначала а потом вот эти вот то и вот эти вот ага дирижабль так список блуднид за список блуднид задание выполнен что не причиняется с золтаном да сейчас по ним поговорим зол 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 золтаном 2 шадом на черепаха одну секундочку так ну что ребятки на этом наверно мы остановимся вот такой вот на таком красивом пейзаже продолжим в следующей серии я отсутствовал я вернулся завтра будет много видосиков так чтоб лайк подписка или ты пиписка ну ты в курсе вы не в следующей серии ребятушки всем спасибо за просмотр что досмотрели до конца и всем пока в следующей серии